МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1960 год. Город Куйбышев. Дом-музей Ленин. Ходят слухи, что в этом святом для советских людей хранилище появилось привидение. Старушки, охраняющие музей, глотают валидол и утверждают, что по ночам здесь бродит призрак Ленина, призрак вождя мирового пролетариата. Он скрипит половицами, переставляет мебель и призывает сдавать партийные взносы. Сотрудники Комитета госбезопасности устраивают засаду во всех комнатах музея. Шутка ли? Дело пахнет политической провокацией. Ждать приходится недолго. До ближайшего полнолуния. Я подхожу к музею Ленина. Именно здесь, каждое полнолуние, появлялось таинственное привидение. Очевидцы рассказывали, призрак вождя мирового пролетариата прогуливался по этой комнате, передвигал мебель и ящики музейной картотеки. Было замечено, в этом политическом деле виновата полнолуния. Ведь все эти бесчинства происходили, когда на небе всходила полная луна. Как только луна осветила кроны деревьев за окном, спрятавшиеся в зале сотрудники госбезопасности увидели тень, скользнувшую по стене. Затем ночную тишину нарушил скрип половиц. Тень громко чихнула и что-то забармотало, направляясь в сторону чекистов, которые держали на готове шесть стволов табельного оружия. По условному сигналу зажгли свет. И все увидели, что это не призрак Ленина, а штатный сантехник, дежуривший по ночам в подвале. Руки сантехника были вытянуты вперед, словно он боялся на что-то натолкнуться, а взгляд устремлен вверх. Он продолжал идти и бормотать, но было хорошо видно, что сантехник спит. Да-да, спит. Лунатик! Разочарованно произнес главный чекист, стирая солбопот. Обыкновенный лунатик. Термин лунатизм, который, в общем-то, общеупотребителен в народе, в медицине называется снохождение и сноговорение. Лунатизм провоцируется Луной, ближайшей космической соседкой Земли, состоящей из миллиардов тонн скал и пыли. Это второй по яркости объект на нашем небосводе с температурой в интервале от 400 градусов мороза до 250 градусов жары. Сила гравитации здесь в шесть раз меньше, чем на Земле. И тем не менее, луна очень ощутимо воздействует на нашу планету. Она влияет на климат, на суточные колебания земной коры, управляет приливами и отливами. Влияние Луны на магнитосферу Земли, потом влияние на атмосферу Земли. И в конечном счете, поскольку человеческий организм это некая электрическая система, можно так ее представить, да, где есть свои перепады напряжения, то вот на электрофизиологию происходит воздействие. А отсюда уже переходит воздействие и на нервную систему, и на мышечный аппарат. Луна воздействует на нас не только ночью. Люди чувствительные, особенно малыши, ощущают ее влияние даже днем. Считается, что именно дети от 3 до 10 лет наиболее подвержены лунатизму. Снохождение и сноговорение, оно не связано с ночным сном. Оно, в принципе, связано со сном. И в этом смысле нужно создавать безопасную обстановку там, где ребенок может спать. Потому что он может, да, он может выпасть из окна, он может упасть с лестницы, он может удариться о какой-то там край стола, острого разбить, не знаю, витрину. Никита и Алеша – братья-близнецы. В сонном состоянии они выпали из окна седьмого этажа своей московской квартиры. Мне сообщила об этом моя кума. То есть, сами понимаете, состояние мамы, которая шла счастливая и довольная домой. Была хорошая погода. Она возвращалась с работы зимним днем. Уже сгущались сумерки, и на небе появилась яркая луна. Наталья невольно залюбовалась полнолунием, даже замедлила шаг. Она не особо торопилась. Была уверена, что бабушка накормила детей обедом и уложила их спать. Все так и было. Бабушка убедилась, что внуки заснули крепким сном и пошла на кухню мыть посуду. А дальше произошло непредвиденное. Спящие дети, словно по команде восходящей луны, встали и медленно пошли в сторону окна. У нас ворк хорошо, так окошки открываются. Честно говоря, я даже не думаю, что они смогут это сделать. Близнецы медленно залезли на подоконник. Помогли друг другу открыть окно. Встали на заснеженный карниз. Синхронно поскользнулись, и до земли оставалось 7 этажей. А это высота в 25 метров или почти 3 секунды свободного падения. Я слышала, что что-то упало. Понимаете? Вот я подумала, что сбрашивает с крыши снег. Большой такой гулка упала. Ой, нет, я не могу. Анна Федоровна живет на первом этаже. Как бдительная соседка, она не могла не поинтересоваться, что за громкие звуки нарушили ее покой. А потом я увидела, что бежит парень отсюда, ну вот отсюда, в смысле справа, и кричит, у кого детки упали. Возможно, Алешу и Никиту спасло то обстоятельство, что во время падения они спали. Правда, до сих пор остается загадкой, почему расслабленный организм спящего или нетрезвого человека во время подобных падений остается целым и живым. Ведь это противоречит всем законам физикам. Упав с седьмого этажа, Алеша и Никита не получили серьезных травм, хотя со стороны это казалось не так. Ребенка взяли, а он несет, и вот так вот, потручу, у него голова, вот так вот, я думала, что он мертвый, и вот так вот голова, и ножки болтаются, а холодный ветер был. Думаю, господи, хоть он его прикрыл, свою пиджаку. Московская городская детская больница номер 9. Четвертое нейрохирургическое отделение. Сюда привозят детей, которые по недосмотру родителей выпали из коляски или упали с дивана. Случаи с Никитой и Алешей неординарны, хотя главврадь больницы Петр Прадеус за 40 лет работы в медицине сталкивался с десятками падений детей-лунатиков. И с четвертого этажа, и с третьего этажа, и со второго, и с седьмого, как вот эти случаи очень уникальны. Были из тринадцатого этажа и оставались живыми. Вот история болезни, подтверждающая, что Алеша, упавший с седьмого этажа, поступил в больницу с легким сотрясением мозга и был выписан через пять дней. Никита пролежал в больнице чуть дольше. Никакого хирургического вмешательства братьям-близнецам не потребовалось. Я не вижу объяснений паранормальных данному факту, потому что это не левитация явно совершенно. Единственное, что я могу сказать, это то, что, видимо, эти два ребенка нужны Господу Богу для чего-то такого, о чем может догадываться только сам Господь Бог. Каждая культура имеет свой взгляд на сотворение мира. Сегодня мы живем в эпоху монотеизма, то есть, когда верят в одного Бога. А вот ранние цивилизации поклонялись не одному, а множеству Богов. И Луна не была исключением. Ее обожествляли, как Солнце и Нема. Наши предки пытались понять и объяснить устройства мира, в том числе смену погоды, суток и времен года. Для них убывающая Луна олицетворяла смерть, а растущая Луна – возрождение. Такое, на первый взгляд, слепое поклонение Луне дало знания и опыт, в дальнейшем повлиявшие на развитие астрономии, медицины и, конечно же, сельского хозяйства. Вот, например, виноделы. У них есть абсолютно четкое представление и убеждение даже о том, что выливать вино, разливать по бутылкам, его надо совершенно в определенное время по фазам Луны. И это надо делать между третьей четвертью и новолунием, ближе к новолунию. Потому что, если разлить по бутылкам вино в другие дни, то тогда оно теряет те особые свойства, присущие данному сорту винограда и данной местности. Насколько это так, никто не знает. Но придерживаются совершенно точно. Луна ассоциируется у нас с романтикой и тайной. Она приводит в восторг влюбленных во всем мире. Она утоляет нашу жажду в сверхъестественных мифах и легендах. Кровососущие вампиры, оборотни, превращающиеся из людей в волков. Все эти твари, по народным поверьям, являются к нам в ночь, когда господствует полнолуние. Но оборотни и вампиры, по словам очевидцев, существуют не только в сказках, мифах и легендах. Возможно, они живут и сегодня. А значит, они среди нас. Ликонтропия. Таинственная и неизученная болезнь, при которой человек превращается в животное. Если в полнолуние больной ликонтропией увидит лунный свет, с ним начинают происходить страшные метаморфозы. В народе эти существа называются оборотнями и считаются очень опасными. Ведь человеческая сущность загоняется глубоко внутрь, а ее место занимает звериное начало. Утром больной принимает свой обычный облик и не помнит того, что он сделал, будучи зверем. Об оборотнях сложены легенды, сняты фильмы и написаны сотни книг. Все это настолько неправдоподобно, что кажется сказкой, если бы не свидетельство очевидцев. Доктор медицинских наук Евгений Шапошников однажды возвращался из командировки в Москву. В поезде он познакомился со случайным попутчиком. Тот долго рассказывал ему про вампиров и оборотней, которых часто видит в окрестностях своей деревни. Я увидел, что он очень сильно, как в народе говорят, поддает купе. Там и водка была на столе, и его спутники тоже стаканами, извините за выражение, прикладывались. И вот как раз среди лиц злоупотребляющих вот такие видения, зрительные галлюцинации спозже рядом бывают. Ну, вспомните, допился до зеленых чертиков. Об оборотнях писали еще до нашей эры. И не какие-то там алкоголики, а известный греческий историк Геродот и знаменитый римский поэт Овидий. Прошли столетия, а вера в людей-волков настолько укоренилась, что в 16 веке в одной лишь только Франции сожгли 30 тысяч вертвольфов. Так называли людей, которых подозревали, что они превращаются в волков, а затем нападают и съедают соседей по деревне. Превращение человека в оборотня или другого монстра по народному поверью почти всегда происходило в полнолуне. Причем здесь Луна? Если человек хочет выпить кровь, то как это связано с Луной? Мы сегодня говорим о влиянии Луны только на уровне статистики. Механизмы неизвестны. Мы знаем, допустим, что вот проводились статистические исследования, которые показывают, что количество самоубийств увеличивается к полнолунию. И эта кривая, она носит довольно систематический характер. Эта кривая связана не только с самоубийствами. В полнолунии люди переоценивают свои возможности, поэтому возрастает смертность среди любителей алкоголя и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. К полнолунию обостряются и психические заболевания. Психоневролог Евгений Шапошников специалист по лечению таких заболеваний. Одна из его пациенток, кстати, на дух не переносящий алкоголь, родила в полнолунии мальчика, в котором ей стал мерещиться оборотень. Ей показалось, что ребенок ее родился похожим на какую-то нечистую силу, когда она его рассматривала. Ну, ее все уверяли, что нормальный, симпатичный ребенок похож на тебя, симпатичный, папа приятной наружности. Нет, вот я вижу, что у него там какие-то наросты на голове, какие-то руки, ноги странные и взгляд какой-то пристальный. Большинство исследователей склоняются к тому, что многие заболевания связаны с нарушением обмена веществ. Но разве Луна не влияет на обмен веществ, воздействуя на все земное, в том числе и на здоровье людей. В принципе, фазы Луны, они так или иначе тоже влияют на гомеостаз или на обмен веществ в организме, на состояние мозга, да, и тоже это некий стресс. И, соответственно, это может провоцировать или увеличивать частоту лунатизма. А как быть с другими биологическими процессами, с основным инстинктом, например? На северо-востоке Австралии располагается большой барьерный риф, который простирается на 2000 километров. И в августовское полнолуние, как по команде, на протяжении всех этих 2000 километров, коралловые полипы в течение нескольких часов извергают яйцеклетки и сперматозоиды, которые впоследствии превращаются в новые организмы. Поступает какой-то им одним известный сигнал, который синхронизирует этот вот огромный, совершенно невероятный по глобальности свой процесс. И, возможно, это какой-то лунный сигнал? Да, поскольку это происходит именно в полнолуние. И на отрезке до 2000 километров это все синхронизировано в несколько часов раз в году. Здесь очень сложно говорить о каком-то случайном влиянии, да? То есть, скорее всего, как-то это, безусловно, завязано на полнолуние. Но если глобальное спаривание полипов, крабов, черепак и других животных зависит от полнолуния, то почему фазы Луны не могут влиять на биологические процессы человеческого организма? И так ли неправдоподобны рассказы о вампирах, жаждущих в полнолуние людской крови? На шее Николая еще не зажили раны от укусов. Но на душе неподъемная тяжесть. Ведь скоро состоится суд. И, возможно, его посадят в тюрьму. Мы просто поехали в выходные на дачу к нему. Ну, погуляли, походили. Около 12 ночи где-то пришли домой. Как вы здесь, да, просто прошло? Да, сюда, домой пришло. Его приятель Рома ездил в Подмосковье каждую субботу. Отдохнуть после тяжелой недели. Подышать свежим воздухом и присмотреть за домом, куда его родители наведывались столько лет. На этот раз он за компанию взял с собой соседа Николая, с которым познакомился два года назад, когда тот вернулся из армии. Давно ты его знаешь? Ну как, давно, еще дарьми их знал. Ну, не дружили, просто привет, пока там, вместе там погуляли так. А так, в общем, человек нормальный был. Деньги были всегда, долго вам, деньги. Работал еще, да? Ну, да. Они легли спать. Николай в гостевой комнате, а Роман в спальне по соседствам. Николай лежал в кровати и вспоминал замечательную прогулку по лесу. А за окном ярко светила огромная луна. В полудреме казалось, что до нее можно дотянуться рукой. На полу отражался квадрат бледного лунного света, а глаза сами собой закрылись. Блю. И это самое... Пишите, пишите. Лежу, чувствую, что-то у меня заборло, ну, душа и тяжесть. Я открываю, а он сидит на мне и меня душит. Вы пили тогда, нет? Не, мы не пили. И он меня душит, короче, ну, держит. Он еще смог меня умудрился укусить. Как сюда ударили? Да, шею. Схватка длилась несколько секунд, хотя Николаю казалось, что прошла целая вечность. Ему с трудом удалось освободиться от цепких пальцев приятеля. Но дальше произошло невероятное. Николай не ожидал, что соперник попытается прокусить его горло. Адская боль. В голове пронеслись отрывочные воспоминания из фильмов-ужасов про вампиров. Я его скидываю, резко поднимаюсь, беру нож. Вот манекеня, спрямую, поковедную манекеню. Ну, в каком месте он убил? Стою, резко хватаю нож. Он вот здесь стоял, вернее, здесь встал. Я его бью, сюда, бью, сюда и попал в руку, сюда где-то. Николай перебинтовал руку приятеля, отвез его в больницу. Родители Романа сразу же написали заявление в милицию. Версию о том, что их сын агрессивный лунатик и может представлять угрозу для общества, они категорически отрицают. Что надо? Мы хотели насчет Ромы спросить. Что? По поводу лунатизма. Да вы сами лунатики, пошли вон отсюда. Колька сам пьет, как конь первый нажрался. Слава он. История темная. Сам Роман от контактов с журналистами отказывается. Доказать, что полнолуние пробуждает в нем инстинкты вампира современными методами нельзя. С другой стороны, если Николай был нетрезв, то картина преступления могла быть иной. К примеру, Николаю приснилась драка. В трезвом состоянии он бы проснулся и понял, что это сон. А вот алкоголь превращает человека в агрессивного лунатика. Поэтому Николай, увидев во сне драку, вскочил с кровати и первый напал на Романа. По сути, Николай продолжал спать, а Роман, защищаясь изо всех сил, прокусил ему шею. Адская боль разбудила Николая, который решил, что Роман первый напал на него. В пылу борьбы он мог схватить со стола нож и нанес Роману болезненную травму. Любой человек может стать лунатиком, а точнее лунным жителем, а еще точнее владельцем лунного участка. Предприимчивые бизнесмены открывают в разных уголках Земли лунные консульства, где продают сертификаты на право собственности лунными участками, а также обменивают космическую валюту под названием лунный доллар на вполне привычные земные деньги. Я тоже приобрел лунный участок. Согласно этому документу я пополнил ряды лунатиков. По международному договору космос не может принадлежать никому. Началось относительно давно, скажем так, в 80-м году, когда американский гражданин нашел лазейку законодательства и присвоил законным путем собственность Луны и также ряд других планет нашей Солнечной системы. Ни частные лица, ни отдельные государства не имеют права собственности на любые космические объекты. И тем не менее обыватели готовы платить даже за несбыточные мечты. Ведь Луна притягивает своей загадочностью и романтичностью. В одной России владельцев лунных участков уже более трех миллионов человек. Среди них известные художники, музыканты, поэты и певцы. Это был подарок поклонника вот такое мне кажется очень романтического свойства. Хотя многие склонны может быть смотреть здесь какую-то тайную корысть вложение денег в лунные участки с последующей перепродажей с огромной выгодой. Но я не думаю что мы вообще когда-нибудь до этого доживем. Луна для жителей Земли не самое гостеприимное место. Там нет воздуха, воды и пищи. Но несмотря на это еще в прошлом веке советские ученые всерьез рассматривали строительство на Луне звездных городков. Желание пожить и поработать на этой таинственной планете даже воспевали в частушках. Весь Луной установили и ракету посадили. Запирайся на Луну поднимать там телевизор. Советские ученые разрабатывали проекты космических баз с 60-х годов. Вот кинохроника тех лет. Лунное общежитие на 12 человек. Для комфорта лунатиков созданы оранжереи. А чтобы космические путешественники не испытывали ностальгию, в окнах их домов проецировался голографический пейзаж родных мест, лесов и рек. Для повышения жизненного тонуса у людей рекомендуется использование на лунных базах цветодинамического эффекта. Тогда никто не сомневался, что уже к 2000-му году человечество освоит Луну. «Недалеко то время, когда с нового стартового комплекса будут выходить космические системы, вынося к планетам корабли землян, открывая человеку широкие горизонты познания Вселенной». Но стоимость проекта была астрономической. Десятки миллиардов советских рублей. Поэтому лунную программу закрыли. «Те, что касается пивотирового космоса с точки зрения высадки людей на планеты, в чем мы были уверены совершенно, не выполнено, не получилось». Но только ли нехватка денег не позволила реализовать идею создания лунных городов? А может причина в другом? Может инопланетный разум не хочет, чтобы человечество хозяйничало на Луне? «Человек, собственно, где бы он не появился, там он не то чтобы устроит, там он начинает так гадить, если по большому счету, и сгадил уже всю Землю. Вот лучше бы он туда и не долетел бы на Луну, в смысле, и оставил бы все там как есть». Владимир работает в одном из закрытых институтов. Поэтому сниматься он согласился на условия анонимности. Он уверен, что именно инопланетяне препятствуют тому, чтобы люди жили на Луне. Несколько лет назад Владимир опубликовал статью, удивившую даже ко всему привычных уфологов. «Все явления, которые происходят на Земле, все аномальные явления, полтергейст, снежные люди, неопознанные объекты, это своеобразные тесты, которые устраивают нам пришельцы». По теории Владимира пришельцы живут на внеземных базах. Одна из таких крупных баз уже несколько тысяч лет существует на Луне. Пришельцы регулярно похищают людей, заселяют ими свои базы и изучают их в специальных лабораториях. Вот последние снимки зоны лунного кратера Кинга. Вот здесь видны механизмы иксообразной формы. Похоже, что они разрабатывают склон кратера, ведь обработка одного килограмма лунного грунта дают запасы кислорода на 30 дней для одного человека. А вот море кризисов. Видите, двух- и трехэтажные строения, а на дне кратера Коперника округлые и восьмиугольные купола. судя по блеску, они металлические. И все же мало ли что можно увидеть на снимках, если очень хочешь этого. Но как объяснить другие факты? Американский астронавт Гордон с Аполлона 15 вспоминал путешествие по Луне так. Когда мы шли, то рядом летела масса блестящих объектов. Они явно имели двигатели. А после посадки Аполлона 11 в американский центр управления полетами поступило сенсационное сообщение. Что с тобой, Армстрон? Здесь находятся большие объекты, сэр. Огромные. О боже, они стоят с другой стороны кратера и наблюдают за нами. Так может, Владимир все-таки прав, и именно пришельцы препятствуют тому, чтобы люди обживали Луну? Ведь она для пришельцев является космическим полигоном, с которого можно контролировать все процессы, проходящие на Земле. мне гораздо приятнее думать о том, что это Луна моя, и вот я как маленький принц могу туда летать в своих мечтах, и там у меня будут друзья, там цветок, лисенок, и прочие остальные. И мне кажется, что у каждого человека должна быть вот такая вот своя Луна, такое вот убежище тайных детских мечтаний, каких-то снов. В общем, такая вот волшебная страна. Как ни парадоксально, но Луна оказывает на человека большее влияние, чем Земля. Замечено, на растущую Луну люди чувствуют прилив сил и оптимизм. Они готовы справиться с любой задачей и уверены в собственных силах. На убывающую Луну, как раз наоборот, люди чувствуют упадок сил, слабость и желание все бросить. Медики отмечают в это время наибольшее количество жалоб на депрессивные состояния. Народная мудрость гласит, на растущую Луну лучше начинать любые проекты, а на убывающую их завершать. Луна уже для людей самых ранних цивилизаций она стала своеобразным ориентиром во времени. Луна это первые часы фактически на небе. Это первые часы, потому что каждый день мы видим, есть же рисунки наскальные, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет. И вот первые такие рисунки, где какую-то можно нащупать астрономию, это фаза Луны, это изменение Луны. Фазы Луны помогают и нам в наших житейских делах. Садоводы-любители делают посадки и собирают урожай, сверяясь с лунным календарем. Сельские жители предпочитают заготавливать дрова на зиму в Новолунии. В этот период дрова сухие, а значит будут дольше храниться. Многие медики в полнолунии не делают операции, с которыми можно повременить, так как у пациентов возникает сильное кровотечение. А чтобы хорошо росли волосы, считается, что их надо постригать на растущей луне. Как это делает Татьяна письменная? Уже в детстве она узнала об этом интересном лунном эффекте. Татьянины родители подравнивали ей волосы только на растущей луне. Сегодня длина косы Татьяны 2 метра 70 сантиметров. До сих пор для меня даже удивительно. Повернешься со спины, муж мой, лавина спадает. Я даже сама еще не привыкла к волосам, хотя всю жизнь я с волосами. В девятом классе она решила распрощаться со своей косой и сделать модную стрижку. Но женщина-парикмахер категорически отказалась резать волосы, отправив ее домой к маме с папой. Чуть позже на защиту косы встал уже ее супруг. Мы же работали вместе в проектном институте. Ну и это, я ее замечал как-то так. Один раз она выходила из, там, вестибирь у нас был и увидел именно ее ну я как сейчас ее запомнил вот то, что это движение такое. Вот она выходит раз и коса такая до пят ну впечатляла конечно что там говорили. Мама Евгения выбор сына одобрила. Лишь взглянув на невестку она сказала девушка у которой такая коса гулять не будет. Любопытно, что как-то специально Татьяна 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 за своими волосами не ухаживает. Никакими дорогими шампунями и бальзамами не пользуется. Но волосы не ломаются, не секутся и продолжают расти. У нее один рецепт на каждой растущей луне слегка их подравнивать. Голова под тяжестью почти трехметровой косы у Татьяны не болит. К тому же ее роскошными волосами восхищается супруг. Поэтому желание подстричься и сделать модную прическу осталось в далеком прошлом. Может быть я уже давно бы подстриглась, но я смотрю моему мужу нравятся такие волосы, думаю, зачем я буду портить себе отношения. И все же влияние луны на рост волос, овощей, фруктов, ее воздействие на наше самочувствие не изучено до конца. А количество загадок окружающих луну не уменьшается, а наоборот возрастает. Есть несколько конкурирующих теорий о ее возникновении. Одна предполагает, что луна это астероид, захваченный земным тяготением, другая объясняет ее происхождение в результате столкновения Земли с неизвестной планетой, что спровоцировало выброс материи в космос, из которой и сформировалась луна. А еще есть гипотеза о том, что луна это искусственное небесное тело, поврежденный космический корабль, прилетевший к нам из других галактик, спасаясь от гибели. Сегодня говорить о том, что луна это искусственное небесное тело, это гипотеза совершенно несостоятельна. Потому что сегодня на луне побывало уже шесть экспедиций астронавтов, побывали наши луноходы, там садились автоматические и советские станции, американские. Сейсмографы, установленные на луне, показали, что признаков искусственности там действительно нет, а ее внутреннее строение напоминает Землю. Тоже есть кора, мантия и ядро. Но эта маленькая планета, чья поверхность изборождена кратерами, замедляет скорость Земли уже несколько миллиардов лет. Чем старше Земля, тем длиннее тень. поскольку Луна влияет на Землю, то происходит торможение, вращение Земли вокруг своей оси, и по расчетам специалистов, несколько миллиардов лет назад сутки составляли шесть часов. И они продолжают удлиняться. В будущем Земля затормозится настолько, что период ее вращения будет составлять там, может быть, полтора месяца. И соответственно Луна, удаляясь от Земли, будет совершать оборот вокруг Земли за такое же время, а не за месяц, как это происходит сейчас. А теперь представьте тот роковой час, когда наш спутник резко нажмет на свой гравитационный тормоз, подобно нетрезвому водителю, несущегося переполненного автобуса. Торможение автобуса повалит пассажиров на пол, а внезапное торможение Земли сорвет с места горы, океаны и непременно сместит ось Земли. Первый апокалипсис был 850 тысяч лет назад. Так пишет Блаватская, так пишет Платон, так пишут многие посвященные мира сего, Нострадамус в том же числе. Именно 850 тысяч лет назад, когда ось Земли сместилась на 6666 километров, 4 шестерки вообще-то, и шестерка это плохое число, то есть на ровно 60 градусов. Вот тогда и поднялась волна высотой несколько километров, которая окружила несколько раз весь земной шар и снесла все. И все же резкое торможение нашей планеты вряд ли произойдет. Скорее всего Земля будет плавно терять скорость вращения, как сегодня, замедляясь ежедневно на две тысячных секунды. Но даже вызывая такое незаметное торможение, Луна по-прежнему остается источником непредсказуемых процессов на Земле и в ее недрах. Мы этого не наблюдаем, но, безусловно, Луна влияет и на атмосферные процессы, таким образом, она влияет на климат, таким образом, насколько это глобально и локально, точно сейчас неизвестно, но ясно, что это воздействие существует. Кроме того, она влияет и на твердые силы Земли, ведь твердая кора, она тоже поднимается на несколько десятков сантиметров и опускается, но этот процесс очень плавный, в течение суток туда седайте, до смерти, мы их не чувствуем. По одной из версий, притяжение Луны способно доводить до смерти самых крепких людей, особенно во сне, когда защитные функции организма сведены до минимума. А что говорить о детях? Особенно новорожденных, ведь появляясь на свет, они прежде всего теряют свою энергию, сопротивляясь невидимым силам гравитации. Новорожденный чувствует себя подобно космонавту, на которого действуют перегрузки. Гравитация сминает, сдавливает ткани его тела и нарушает функции мозга. Почему очень много женщин с различными патологиями пошли на водные роды? То, что когда ребенок рождается ослабленным и так сказать с различными нарушениями, то я его все время погружаю под воду. И этим самым я включаю второе сердце, а в клиниках его отрезают в детское место, кладут его в несколько раз усиливается затрата энергии на гравитацию, он должен ее противостоять. Игорь Черковский не просто специалист по водным родам, он основатель этого движения. Английские газеты пишут о нем так. Черковский расколол мир на два лагеря. Одни любят его и ценят, другие ненавидят, предлагают пожизненно посадить на цепь. Вот эти скандальные кадры немецкой телекомпании РТЛ стали очередным поводом разговора о пионере водных родов, который практикует зимнее закаливание младенцев. Вряд ли можно спокойно смотреть на это, но не будем торопиться с выводами. 40 лет назад у Игоря Черковского родилась дочь, недоношенная и очень слабая. Врачи сказали, что она не выживет. Тогда Черковский сделал для нее аквариум, в котором по несколько часов в день заставлял ее нырять, двигаться и задерживать дыхание. Зачем он это сделал? Инстинкт Черковского подсказывал, чтобы спасти ребенка надо создать ему среду с уменьшенной гравитацией. Вода это модель невесомости, а значит с ее помощью можно облегчать силу тяжести, вызванную воздействием Земли и Луны. Через полгода стало ясно, что дочь растет полноценным ребенком. После этого Черковский стал создавать свою методику водных родов. У меня все рожали свиньи, но сначала на животных же это проверяется и были выяснены те механизмы, то есть если котята, щенки, кролики воспитываются внутри, то они очень быстро адаптируются к водной среде. Все животные, родившиеся в воде, становились сильнее и жили дольше своих сухопутных сородичей. То же самое происходило и с детьми. На этих кадрах полуторагодовалый Вася Розенков с завязанными руками плывет под присмотром Черковского. Тогда он плавал 15 часов подряд. Своей методикой антигравитации Игорь Борисович делился с именитыми спортсменами. Ведь эффективность тренировок под водой на порядок выше, чем в спортзале. Тогда, когда у меня младенцы стали ходить и так далее, то наши штангисты, я помню, Власов, вот какие чемпионы мира, они стали под воду вот эти штанги делать, и так сказать, ну, в секрете это держали. Первые добровольцы среди рожениц у Черковского появились более 40 лет назад. Тогда Игорь Борисович работал неподалеку от Семипалатинска, где много лет испытывали атомное оружие. Дети умирали от облучения еще при рождении. И женщины пошли к Черковскому. Рожали в воду с его помощью в надежде, что ребенок выживет. Их надежды оправдывались. В отношении младенцев Черковский применяет жестокие методы. К примеру, погружает ребенка в ледяную воду, считая, что это затормаживает биохимические процессы распада. И, к удивлению скептиков, такое вот купание возвращает к жизни обреченных на смерть младенцев. Традиционная медицина с такими методами категорически не согласна и прежде всего осуждает родителей, доверившихся Черковскому. Давая жизнь человеку, своему ребенку, они должны думать, если ты сам как бы способен на такие подвиги, неизвестно, к чему готов твой ребенок. И все же Игорь Черковский своими действиями пытается доказать, что человек, существуя внутри природы, является ее частью, зависим от гравитационного влияния космоса и подвержен воздействию нашей ближайшей космической соседки. Впрочем, сегодня уже никто не отрицает то, что именно Луна, ее гравитационные силы вызывают земные катаклизмы. Возможно, такое воздействие сжимает нашу планету по оси и расширяет по экватору или наоборот. А вот изменение формы Земли приводит к обострению тектонических процессов. Земля, вообще говоря, при своих объемах может рассматриваться как жидкое тело. И в условиях увеличения, постоянного увеличения массы объема, Земля постоянно теряет внутреннее равновесие гравитационное. И поэтому она иногда начинает сжиматься в экваторе и растягиваться вдоль оси или вдоль меридианов. Или наоборот начинает сжиматься вдоль оси и увеличивать свой экваториальный радиус. По причине нарушений гравитационного поля рождаются землетрясения и цунами. В разное время цунами навещали Средиземное море. Наблюдали их и на Балтийском и даже Черном и Каспийском морях. Спийский территорий жертв цунами 20 века Аляска Гавайи Чили Колумбия Камчатка Курильские острова. А как не повезло Японии. По предположениям некоторых ученых в будущем Япония может вообще исчезнуть в водах океана. Но кроме гравитационного влияния Луны нельзя забывать и о лунных затмениях. Известно, что лунные и солнечные затмения это жесточайший энергетический удар по земле и ее жителям. 2009 год, тем не менее, он отличается по крайней мере в одном отношении, что в этом году будет больше, чем в среднем солнечных затмений. Обычно 4-5, но в 2009 будет 6. И все эти затмения проходят на оси лев-водолей. Но под водолеем находится Россия под управлением этого знака. А затмение это всегда жесткий энергетический удар по Земле как элемент солнечной системы. Луна наша ближайшая космическая соседка, до конца не изученная нами. Такая загадочность порождает у людей много различных вопросов. Существует даже предположение, что Луна это живой гигантский организм. Вот есть же замечательная гипотеза о живой Земле. Что Гея, что Земля это вообще живой организм. И все, что происходит на Земле, все абсолютно взаимосвязано. И мы являемся тоже как бы частью этого живого организма гигантского. Если эту гипотезу простирать дальше, возможно, совсем уже на уровне фантастики, возможно, что и Луна в какой-то степени это какой-то такой живой организм. Тогда какие-то эти разумные, два разумных существа, Луна и Земля, у них есть какой-то слой контакт, который потом переходит из каких-то там других механизмов уже на влияние на людей, допустим, на животные мир, на растения. Станислав Лем в своем знаменитом романе «Солярис» рассказывает о космической станции, летающей вокруг планеты, покрытой океаном. И выясняется, что этот океан живое существо, с которым совершенно непонятно, как наладить контакт. Астронавты излучают его жестким рентгеном, гамма-излучением, пытаясь оказать воздействие. А в ответ океан материализует в памяти астронавтов прошлые события, связанные с их моральными переживаниями. Вот он, в чем контакт заключается. Мы его там рентгеном, а он нам наши нравственные проблемы материализует здесь на корабле. Это вот такой контакт, совершенно не такой, как мы себе представляем, когда на Красной площади садится летающая тарелка, выходит планетяне и передает нам ноты, обменивает информацию. Конечно, по всей видимости, если контакт когда-то произойдет, и, может быть, мы с вами станем свидетелями, то, конечно, он будет в какой-то совершенно удивительной форме, как я себе это представляю. Но разве такой удивительной формой не являются минуты озарения и вдохновения, когда лунной ночью людям приходят на ум гениальные мысли? Николай Гарликов, никогда не занимавшийся музыкой, придумал во сне оригинальный орган. На нем нужно играть ногами. Николай по профессии врач. Однажды, лунной ночью, задремав на дежурстве, он увидел во сне, что его пациенты, лишившиеся при жизни рук, просят его научить их играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Тут же, во сне, Николай придумал ножной орган, а проснувшись, так загорелся этой идеей, что, несмотря на солидный возраст, окончил музыкальную школу и параллельно изучил теорию биомеханики. Я решил создать в подмогу для игры на гитаре педальную клавиатуру, ножную клавиатуру. И я начал заниматься проблемами эргономики, и в результате органная ножная клавиатура за 15 лет научных изосканий у меня свернулась вот в такую плоскость. 10 лет Николай изучал теорию. 5 лет он конструировал гранд-педаль. Клавиши на необычном органе размещены так, что можно исполнять любые сложнейшие произведения в сверх быстром темпе. Практически точечный контакт вынесен в носок обуви, в которой я играю. И так как контакт точечный, то размер клавиши может быть уменьшен до самых невероятно маленьких размеров. Поэты, художники, музыканты, люди науки постоянно сталкиваются с измененным состоянием сознания. Без него не было бы гениальных технических изобретений и творений в области искусства. По одной из гипотез измененное состояние сознания вызывает отраженный свет. А лунный свет как раз и является отраженным. Ведь луна это зеркало, преломляющее солнечное лучи. Пронизывая ноосферу, отраженный свет извлекает оттуда частицы опыта и знаний цивилизации, а затем доставляет их землянам в виде снов и озарений. Но все это лишь одна из многочисленных гипотез о нашей ближайшей космической соседке Луне, которая равнодушно смотрит на нас, продолжая надежно хранить свои тайны. Вы смотрели фантастические истории Сергеем Субтитры 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 Субтитры